друзья приветствую вас у меня сегодня был очень и очень удачный поход на барахолку самые внимательные из вас наверное уже заметили что под елочкой у меня на столе лежит бижутерия чешская и советская она меня ждала на барахолке да именно ждала мой постоянный продавец у которого я покупаю очень часто припрятал именно для меня все эти вещи и сейчас я вам все подробно расскажу и покажу итак приступим к просмотру моих новых покупок первое что хочу показать это вот такой прекрасный подвес кулон это чехословакия основа здесь штампованная идет филигрань очень красивая такая витиева то есть такие меленькие три вставочки вот здесь вот и центральный очень красивая центральная вставка изумрудного цвета крупная покрытие в прекрасном состоянии вот так она выглядит с обратной стороны в прекрасном состоянии эмальгама вот здесь на вставке и возможно здесь был еще какой-то подвес . вот видите здесь идет петелька может быть здесь что-то еще было нужно будет посмотреть в интернете мне кажется я видела у таких серьезных коллекционеров у блогеров такие вещи нужно будет внимательно пересмотреть как это должно выглядеть вот такой вот прекрасный кулон вторая брошь наборная набрана она на леску наверное это восьмидесятые годы листики вот эти вот бусины это стекло это также штампованное железо штампованный металл прекрасное состояние я еще не успела их почистить вот таком состоянии они мне достались вот обратная сторона замочек все все на месте все рабочие ничего даже не деформирована такая вот и я не помню чтобы я у кого-то видела эти броши если кто-то знает напишите может быть они редкие может быть нет может быть я ошибаюсь и скорее всего такого же такие же броши были и другого цвета вот эти вот листики и бусины следующая брошь досталась не с повреждениями то есть вот так вот она выглядит идеально трехслойная очень богатая цвета рубиновый такой насыщенный вставок покрытие также в прекрасном состоянии и сами вставки тоже целые без сколов без царапин но вот с этой стороны ее паяли и паяли видно левой рукой также здесь вот целенькая все ну вот так вот она выглядит досталось она мне недорого потому в принципе за ту цену которую я за нее заплатила она того стоит вот такая вот прекрасная брошь так следующая тоже наборная идет вот такие вот искусственные жемчужинки вставочка очень красивая вот здесь на плоских бусинах есть потертости я думаю что их видно но посмотрела уже в интернете состояние таких брошей вот так вот она и есть вот почему то вот именно в этих местах все броши которые есть у людей в продаже вот они вот потерты также отличное состояние с этой стороны замочек все на месте так теперь еще один кулон вам покажу вот такие вот здесь две вставки он видите такой из двух частей состоит также прекрасном состоянии покрытия ставочки с эффектом кошачий глаз и насколько я понимаю здесь оригинальная цепочка идет это встречается не так уж часто вот судя по замочку я думаю что это оригинальная цепочка на цепочке покрытия конечно уже не такого цвета как здесь на кулоне но тем не менее тоже прекрасном состоянии цепочка длинная так еще одна брошь я тоже посмотрела уже в интернете информацию все пишут что это производство чехословакия натуральная натуральный перламутр такая основательная прочная брошь и толстый перламутр вот раковина прочная вот такой замочек также все целенькая состояние идеальная так еще одна вот такая наборная брошь я сначала подумала что это не родная петелька но принципе так присмотрелась похоже что это и есть такая модель покрытие о искусственного жемчуга также прекрасном состоянии посмотрите какие вот нежные цветочки по периметру в них также вставлены бусины очень симпатичная брошь и последняя моя покупочка это оказалось брошь серебряная производство советский союз 875 проба со звездой и есть еще именник рс 8 насколько я посмотрела информацию рс это ювелирный завод русские самоцветы и относится она относиться она должна к 58 году если я ошибаюсь напишите мне пожалуйста информацию может быть это и не так и атрибутировала вставочки это горный хрусталь вставочки здесь один сантиметр диаметре с одной стороны они круглые граненые а с другой стороны вот такой вот конус идет они подвижные очень красивые из этой пробы из 875 делали не тонкую работу такую достаточно грубые ювелирные изделия в основном из 875 пробы делали столовое серебро чайники кофейники ложки вилки серебро этой пробы считается высокопрочным длина этой броши четыре с половиной сантиметра и вес около четырех грамм у меня уже есть вот такая вот я вам показывала серебряная брошь моей коллекции это брошь еще с первой советской пробой а вот это вот вторая уже со звездой друзья вот такой вот неожиданно удачный был поход у меня сегодня на барахолку если у вас есть любая информация по поводу этих украшений напишите мне пожалуйста в комментариях а я желаю вам удачи успеха крепкого здоровья все будет хорошо мы с вами прощаемся ненадолго если вы хотите почаще видеть мои ролики то обязательно поставьте лайк до новых встреч друзья пока удачи Продолжение следует...